чего сидеть дома пойдем в поход и на три дня мы пойдем погулять это будет именно больше похоже на прогулку впереди вершина августиновича треугольника в виде треугольника такого широкого на 1037 метров конкретно на нее мы не пойдем будем ходить вокруг потому что на самой вершине творится такой местный мрак сахалинский очень сложно там ходить но мы походим вокруг тоже довольно таки сложно но не без фанатизма пока мы нам нужно пройти мимо дач по всем этим дорогам от километров 5-7 ну смотря что считать за дороги пока это еще похоже на дорогу кое-кто здесь ездит в основном квадроциклы переходим через речку вода оказалась дико холодной потому что она оказывается еще состоит из сталых снегов и впереди мы еще увидим эти самые снега среди травы а это уже второй день когда переночевав на последнем метре дороги начинаем углубляться непосредственно вглубь и идем по тропе эта местность я считаю одной из лучших для просто прогулок можно просто на машине отъехать уйти из машины и сойти в лес здесь уже как похоже на тайгу местность но в то же время несколько километров еще продолжается подобие тропы во всяком случае идти по ней просто ну с некоторыми оговорками она топ поднимается на над рекой на склон и тогда ее хорошо видно она хорошо читается но иногда она ныряет в низинки которые очень прекрасно зарастает высоко траве местной местная такая особенность и вот мы вроде как прошли немножко по низинке но не по сам еще ужасно и вот как раз поднимаемся на небольшой такой косогорчик где и видим замечательную тропу тем временем мы выходим на речку и стоит вопрос о том переходить через нее или нет я демонстрирую не красоты речки а чешую репу или по камням перепрыгнуть я смотрю подходящее место или все-таки развиваться развиваться мне вообще не хочется совершенно не хочется в холодную воду залезать вроде небольшой поток но камень какие-то будут смотрится как круглые на самом деле такие острые и по карте замечаю что нет 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 пойдем ка мы по этому берегу исходим с тропы и уходим вдоль берега потому что до места поворота на ручей метеорологические остается 250 метров я думаю по берегу я как-нибудь эти этот метраж осилю до тропы здесь уже нет пред советского прошлого но идти можно не быстро конечно не как по тропе но это прогулка а раз прогулка то гуляем не спеша и забурим ся некое подобие чаще когда идешь говорить всегда тяжело но в таком темпе когда нужно думать о том куда рвануть вроде как у когда сидишь на мягком диване кажется что тут иди да иди но местность постоянно меняется она тут кажется кусочек хорошо проходим то вдруг она становится какой-то не очень проходимый ты задумаешься о том куда тебе пойти влево вправо вниз вверх вот сейчас будет скор ситуация такая когда мне опять надо будет много думать кроме того что сегодня есть на ужин залезать наверх или тащиться вниз туда к речке курезу и пройду я там не пройду замочу ноги или не замочу а мочить ноги совсем не хочется вот это то самое место я глубокомысленно задумался над вниз или вверх выбираю вниз чаще конечно выбираешь вниз потому что вверх лезть это страта энергии усилий которые лишний не бывает мне удается довольно таки спора обойти воду и не утонуть вода в этих местах неприлично чистая подсказал и когда-то до буржуйские времена сюда очень хорошо заходила рыба с холине под рыбой имеется виду естественно всякий лосось семак горбуша кита на юбе так больше такая на серии другие другие есть всякая чавыча на курил их даже говорят нерка когда-то была я оглянулся посмотреть не глянулась ли она посмотрел что за укос там откос долго любим с него было падать правильно я все сделал всегда хочется бы немножко погордиться в таких ситуациях ну когда не гордишься ты просто стараешься об этом когда гордишься то еще долго идешь и думаешь какой я гордый продолжаем путь к метеорологическому ручью цветет все еще калужница кто-то откусил стебель может медведь может какой-нибудь заяц и заходим дальше 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 чуть повыше я стараюсь придерживаться больше права может думаю откушу все-таки небольшой кусочек от территории и смогу подрезать но я помню мы ходили здесь что подрезать там особо не получится но все равно придерживаясь ближайшего склона максимально и под ним иду кажется что все пока очень замечательно но это начальная стадия похода по низам уходить можно и это не вызывает особого напряга самый напряг это начинается где-то выше метров 600 700 опять все зависит от ситуации и ты многие места уже знаешь и ты знаешь где можно легко подняться по например сухому ручью очень высоко или каким-нибудь верховым поляном но когда ты местности не знаешь что очень велика скорее даже ты попадешь какой-нибудь очень плотный слоник наш слоник отличается от слоника допустим делать я ходил при байкале в районе этом северо-байкальска верхний ангарском туда далеко там за километра за 100 горы там слоник растет тут один курс здесь другой там метров через пять и ты просто идешь между ними и даже можешь не касаться их здесь же слоник растет один на другом и чтоб через него продраться это нужны героические усилия ты оставляешь там все и силы и калории и части одежды и рюкзака и пенки как-то мы ходили с Леней с моим приятелем он там оставил и свои тапки которые наивно привязал на внешку и думал что там они останутся в принципе там они остались только в слонике они на рюкзаке лес кажется очень чистым он действительно очень чистый во многих местах еще не распустил струсильное пюро она неприятный портит жизнь когда распускается тем что полностью может перекрывать всю видимую частью поверхности по которой ты оставляешь пыль и поэтому тебе приходится сильно тормозить движение для этого в том числе для этого неплохо подходит к ней палочка можно конечно обычная деревянная но трековые всегда лучше и ты раздвигаешься и ускоряешь скорость движения процентов на 20 на 30 и расслабляешься еще к тому же все время вот этот фактор важен это фактор расслабления и меньше задумчивости в походе много тратится села ну тут да мы вышли на ручей метеорологический внизу течет я опять же не демонстрируем красоты влево вправо я смотрю могу здесь перескочить через через него или нет вижу что есть шанс зачеркнуть в воды и не в котелок в башмак это мне вновь не улыбается я знаю что я там пройду где-нибудь в любом случае через такой рычаг найдется или рядом стоящие камни или бревнина завалится через веселящий поток и пока еду видно что во многих местах только снег сошел там где-то за спиной остался кусочек снега ну я его вроде заснял но в кино он не вошел я так подумал что еще рано у вас ну так проход проходит поход некоторым со стороны покажется это скучно чё тут ну идешь и идешь причем идешь не по дороге и даже не по хорошей такой набитой тропе как подмосковье ну или в крыму вот чего в крыму я ходил в общей сложности 10 недель с рюкзачком также не наоборот показалось это не очень интересно ты идешь по тем тропам которые может прошли миллионы людей можно конечно идти параллельно день терапия но смысл не в том а в том что сама местность обхожена а здесь местность она вообще никак не обхожена когда-то по ну тогда по тропе когда я шел та тропа да она была очень неплохая я нашла до моря километров 25 мы ходили по ней но потом ее забросили 90-х люди перестали ходить и сейчас они мало ходят есть буквально пара тройка таких мест куда люди ходят вот отмечают там пик чехов как лягушка комиссарский водопад но в целом люди намного стали меньше ходить конечно ездят да иногда вот пойдешь недалеко от города сотки за весь день ты не встретишь ни одного человека на тропах зато вот ну не меньше 20 мотоциклистов вот этих вот которые гордятся этим что они на мотоциклах наконец-то я нашел тот камень который так долго искал недолго конечно поэтому продолжаю разговора обжитой местности и скажу что на сахалине в этом плане интересно не как на сахалине но в том числе на сахалине так как я на нем пока еще живу ты идешь ты понимаешь что здесь народу было совсем немного и люди сюда ходят не часто так как за последние десятилетия вообще ты чуть ли не единственный здесь человек зимой по верхам по сопкам конечно там другая картина там опять люди ездят на буранах на всяких ну когда снег закрывает территорию то многого ты на земле не увидишь ты просто по снегу проезжаешь над чем-то может быть над каким-нибудь кладом и вот сейчас один из тех случаев когда если была бы зима мы бы этого и не увидели и не соприкоснулись к этой маленькой но местной истории мы выходим на стоянку на место проживания бывший когда-то здесь браконьеров когда сюда раньше заходила рыба это у нас тип полу землянка видно прекрасно что от нее осталось совсем немного она как здесь была здесь была даже когда-то печка печурка осталось от нее немного но мы видим кусок листового железа труба кружка почему-то на палке эмалированная такая качественная всякие тарелки хозутварь наверно день 70-х поставили этот полаганчик полу землянку продолжаем и движение вверх по ручью метеорологически я не знаю до какого момента я дойду посмотреть по состоянию состоянию состояние у нас на сегодня такое очень важный фактор на сахалине особенно в южной его части это высокотравия высокотравия это местное явление очень высокая трава как полагается из названия но примерно стоит из 6-7 видов растений не буду их перечислять то уснете и данные чуть твари не сказал данные растения а пока мы видим последствия мощных органов в них тоже как бы не вляпаться в эти последствия так вот эти растения составляют сильно плохо проходимые стенки зеленые а так как высота этой травы так значительно выше моего роста который немаленький то ты в нем в этом странном лесу просто теряешься вот мы видим подрастающего скотравия очень небольшое составляет здесь примерно треть где-то четверть повыше четверть повыше где снег сошел он все только проклюнулась и это очень сильно облегчает жизнь если бы высокотравить здесь было бы в полный рост то я бы загрустил гораздо раньше вот деревья помирает из-за того что прошедшие ураганы они валят деревья а это уже прекрасная почва для питания всяких короедов они потом набрасываются на рядом стоящие живые конечно тайга сейчас сильно страдает такой свой естественный отбор потому что часть деревьев против стоит этим короедам значит имеет какой-то иммунитет против них в любом случае пока ты идешь по темнохвою так надлесно называем потому что он стоит из темнохвойных пород темнохвойный пород у нас основные лесосоставляющие это пихта и ель они очень легко в общем-то отличаются пихта такая гладкая кора а у ели такая как бы в сегментиках в основном это ель аьянская пихта сахалинская но есть чую ель глена там иголки почти в два раза короче а она смотрится из этого так прикольно необычно какой-то дизайн у нее интересный выходит но она больше на юге растет совсем на юге там глядом с озерами всякими а здесь такая наша обычная сермяжная ель а янская я не забираю слишком далеко влево тут со стороны кажется а чё ты вот идешь там рядом с ручьем ну идти куда-нибудь в сторону там и шуруй по этому лесу но лес он слишком неоднородный и в данной местности я точно уже знаю что слева там когда ты пойдешь там во-первых много лесоповалов во-вторых начинаются скальные выхода и туда как-то мы упирались упираешься и ты между ними просто умираешь поэтому я жму все-таки как-то ближе к ручью тем более что но может всегда выручить тем более что я и говорю я знаю что пока высоко траве еще не встала а не стала высоко траве можно вообще четко бегать поэтому очень неплохие времена для таких вот походов это вот май июнь первая половина и уже такая конкретная осень у каждого свой минус и плюс кто-то не любит май июнь за то что есть клещи клеща здесь мало штуки 3 на меня напрыгнула за что их жестоко наказал осенью для некоторых холодновато ночевать имеется ввиду идти всегда хорошо любом случае ты разогретый ну плюс по осени как-то скучновато ягоды осенью уже не всякой найдешь правда сейчас тоже ягоды нет еще рано ну то как-то бодренько весело очень зелено ярко-ярко очень литературно выражаясь изумрудная прям если не есть не даже более чем изумрудная зелень ну конечно не под пологом темнохвойного леса но вне его нарастающего ска траве не только прям ублажает глаза свои зелени пока еще подъем не особо крутой поэтому вы не может даже не слышите моего дыхания я иду таком темпе чтобы в таком темпе можно было идти до самой ночи зачем мне это нужно ну по привычке хотя можно конечно гораздо быстрее нарастить темп но он вязнет он вязнет в постоянном подыскивание проходимого пути он вязнет в почве она очень мягкая и и чем хороша тропа кроме того что она идет по пробитой местности потому что сама почва она в меру твердая но не как асфальт но асфальт слишком твердый нам бьет ноги вот пенка тут нависла с рюкзака я решил попить а тем что вот эта почва на тропе она и твердая на то же времени излишне твердая вот когда мягкая вот в таком лесу ты идешь и ты под тебя нога аж немножко тонет и она съедает дофига твою энергию по чуть-чуть каждый шаг конечно но в среднем если посчитать все тысячи шаги которые ты сделаешь за день у тебя уходит масса энергии на просто на то что у тебя вот под тобой мягкая эта почва поэтому нужно выбирать такой темп чтобы не было одышки чтоб ты не потея особо когда тот темп выбираешь по нему подложишь ты понимаешь что скорость движения в этом темпе чтобы не вставать она гораздо ниже чем на тропе но если кто-то смотрит это видео я понимаю что многие расскажут что не поход я наверно не пойду таскаться по этому лесу непонятно где кстати да просто медведи в виде есть ну там дальше по ходу видео мы столкнемся с некоторыми проявлениями медведей часть проявления медведей я не стал снимать одно из них это коряпки на пихтах медведи любят точить ногти на на пихте именно на пихте есть у нее твердая кора поэтому а любители на скальной живописи на деревьях они выбирают как правило пихту их очень хорошо резать ножом естественно и запечатлеть в веках свои имена у меня даже своего рода такое хобби небольшое не значит прям хобби так собирают вырезы на деревьях именно года мне не интересно всякий там есть был вася а вот года есть вот у меня есть год самый старый это 1947 ну и куча всяких других там почему-то 50 их нет 60 есть 70 есть ну естественно позже здесь меня заинтересовала пихта на видео не очень хорошо видно но она здоровая для пихт тем более пихта не долгожитель по сравнению съели она больше там лет 200 максимум не живет а это вот видно она такая конкретно здесь доказательство того что с высоко траве существует не только моем воображении это и вот хвосты коричневые это бывшие высоко траве с прошлого года это часть то как осталось не легла на зиму пихта меня тут возбуждает хвосты они показывают нам высоту они выше меня не значительно выше двух метров там метров два с половиной вот это показывает здесь хорошо перспективе видно и видно как поднимается это рейнутрия гречи или гречих сахалинская здесь она составляет часть большую часть высоко траве в этом месте конкретно они там постоянно перемежаются белокопытник рейнутрия тут лобазник камчатский какалия мощная крапива тоже так во многих местах у нас как высоко траве очень высокая очень мощная камни очень много камней они здесь очень коварные они немножко обросли почвой и сверху трава и ты не видишь промежутки зазоры между этими камнями поэтому еще медленнее идешь таких местах потому что если быстренько пойдешь провалишься и на скорости ты можешь вывернуть сломать ногу такое бывало ногу я не ломал но хорошо так выворачивал научен давним горьким жизненным опытом поэтому не тороплюсь здесь видите уже начались такие шлагбаумы маленькие деревья особо зоркие заметили подметили что там кленовый лист это один из самых мерзких гадов верхней тайге это укурунду клен желтый укурунду это название горы в хабаровском крае где его описали почему укурунду гора я не знаю ручей здесь намного стал мельче поэтому я без проблем уже перескакиваю еще выше очень часто на сахалине как правило в ручьи являются троп они как бы не тропы не ручьи здесь я посматриваю на грязь в поисках медвежьих следов они хороший индикатор активности медведей на местности пока я вижу что этот индикатор не показывает отсутствие активности нет конечно радует всегда как-то замирает сердечко когда ты сталкиваешься с медведем не всегда это бывает визуально в тайге особенно в тайге таки как правило ты медведи не видишь но ты его все равно слышишь хоть и говорят что медведи там такие прям чуть ли прям травинка да и действительно так когда ему надо он ты его не услышишь в упор ну когда он не парится он и не парится и ты его прекрасно слышишь а он часто не парится позапрошлом году примерно в этих местах на одного такого не парящийся медведи я наткнулся но ну не просто не парился он просто в админал под связь все что можно меня увидел или услышал чуть-чуть в семь раз не ухудшим собаки вот такое дерево это по судя по корее комля видно это пихта была она стала праздником воды здесь я остался чуть сразу этим деревом нашел хорош площадку ровненько таких местах еще найти надо еще постараться сильно площадку но здесь я переночевал под шум воды обалденно отдыхается в тайге такое ощущение что ты выпиваешь две бутылки водки и у тебя такой отдыха дня во время питья водки я не пью водку конечно вам не советую вот наверное такие ощущения зато утром просыпаешься свежий такой бодрый такой заряженный нужно только переломить себя и сделать шаг в сторону тайги а дальше сама пойдет и конечно будет трудно мерзко гадко тебя будут кусать всякие комары кстати этот период чем хорошим немного комаров всяких гадов всяких гадов подробно естественно заснимаю как течет вода к вечеру я смотрел кино театр теней какие-то гады на меня напали со стенки это уже утром я показываю как завязывать шнурки по боевому по боевому так чтобы они вообще ни при каких условиях не развязались есть несколько видов боевых шнурков вот это самый боевой вид шнурков я сначала завязал завязал по лайтовому боевому но потом вспомнил что я не на тропе и завязал уже по-настоящему я решил в этот день сходить еще немного выше по ручью но на агустяновича я точно не собирался там ну слишком сложно там прям нужно упираться я как там по прямой пошел я шел километр три часа на каш сильно не торопился там прям совсем так не торопился но я шел все время шел всю возможности это километр от топал три часа потом я уже уже на подобно вот вот это вот то я уже называю оперативный простор и дальше ты уже идешь с гораздо меньшими потерями ну пока я иду географически я шел по левому ручью географически то есть все это считается по течению сверху вниз так как я иду вверх я иду как бы по правому но это неправильно будет не погиб не географически смотрю вот эту нас голубика черника овально-листная точнее посмотрел даже какие-то ягоды там есть торчат может даже урожай будет выбирая куда мне направо налево где там через какие завалы идти нити высота уже порядка 500 метров дроне моря агустиновича напоминает 1037 даже подыматься еще дофига а уже если как вспоминаю все эти укурунду гортензии метельчатые ольха мелколистная всякая кедровый сланик это все березка там тут мелкая местность там для проживания очень сложная и она сильно не растет она становится получается она растет каждый год очень очень немного и она становится такой прям жесткой такой плотной вот разгляды уже завязалась ягодка возможно даже в этом году будет ягода может скорее всего будет мороз уже не побьют заяц не успеет но я так скажу что эти ночью ты 2 . ночевал было тепло особенно вот даже 2 нам было очень теплая я даже в спальник мне было жарко укутываться так до половины немножечко на полу шишечки залез спальник и все дальше если залезать было прям очень даже жарко это при том что еще мне палатка я была открыта вход полностью открывал как следствие у меня абсолютно не был компенсата вот так и проходит поход казалось бы немножко скучно он смотрел палку увидел что свежий слом что это тут кто-то тут бегал медведь либо как там что-то не упал всяко бывает постоянно в итоге что-то ломается летит откуда-то трещит сложный выбор у меня стоит опять куда идти и учета медленно мед место стоянки по ручью до самых верхов всего на все там километр 300 где-то вот так по прямой там в общем-то ручей по прямой то почти течет поэтому она как и есть километр 300 в городе вот километр 300 проходите в среднем один километр за 10 минут а здесь что вот этот километр 300 пройти был из на самый верх мне мне бы пришлось угробить не знаю часа два точно наверно не только в часах во времени делал а именно в том сколько ты сил потратишь ты можешь даже ну в городе такой километр 300 я буду идти два часа и ты идешь не спеша посвистывая там помахивает росточкой и так мелко-мелко семеня как-то и ты проходишь в обозначенное время два часа километр 300 но ты приходишь финишу бодр и весел полный сил а здесь ты эти два часа туда приползешь с высунутым до корня языком вот след медведя но он небольшой здесь совсем небольшой и след такой вот единственно видно что он никуда не торопился шоу медленно не бежал если по он торопился и бежал таких следов было бы проскальзываем проскальзываем их и было больше но больше не видел то есть это был очень неспешный шаг и я понимаю выбор медведя видите что он тоже вот выбрал местность которая наиболее подходит для перемещения на не загромождена деревьями травой они тоже выбирают подобные места для передвижения там где есть возможность но нет хорошо зная данные места для них то вообще дом родной поэтому на их картах эта местность обозначена как бульвар они здесь гуляют прогуливаются отдыхают для меня же это оказалось что-то страшным и я даже ускальзываю хотя вроде ничто не говорил о том что я тут проскользну уже выбираю по взрослому как залезть на небольшой откосик какой-то там камень меньший уклон сначала пробуешь на прочность несколькими такими дрыгающимися ударами ноги так еще часто делаешь когда через деревья перелезаешь я просто подметил под собой это кто-то тут их делаешь нескольких таких ударов таких проверяешь как она качается не потряски не потрескивает ли также делаешь иногда из корой чтобы вот видите дождик уже пошел обещали в этот день дождь но к вечеру вроде бы но периодически он уже начал подливать часов 11 в данный момент на часах у сахалинцев я такой посматриваю поглядываю куда же мне пойти ну там внизу метеорологически те окамляющие сопки воздух да воздух здесь совершенно опьяняющий настолько свежий что даже это слово по отношению к тому воздуху кажется пошлым он не свежий он просто пьянящий казалось бы хаотично стоящий лес но все здесь все в своем порядке здесь все это продолжается уже не знаю сколько сотен тысяч лет тем более принимаю внимание что пихта ель это все голосеменные растения вообще чуть ли не самый первый конечно растение но очень древний древнее всех цветковых уж точно миллионов сотен миллионов десятки миллионов лет им ну примерно и как их предкам очень похожим на них нам на них очень далеко вот он смотрит на меня и думаю эх ты букашка по сравнению с нами мы тут главный я не спорю конечно ну вот казалось бы да такой вот уклон горы все однообразно ничего не может удивить но в этом однообразии постоянно свое разнообразие вот с белыми цветочками мелькнул да растение гортензия метельчатая и еще гортензия чересчатая вообще в красной книге а это нет и тут я замечаю такое что меня действительно удивило прям потрясло до глубины души и это я не отрицаю я это признаю я здесь нашел озеро понимаете в этих краях подобное явление ну как озеро конечно микро озеро но тем не менее это резервуар с водой не в этих краях это явление крайне необычно вот на сунайском хребте который протянулся чуть ли не сотни метров естественно естественно хоть каких-то озерчиков я вообще не знаю это первое невозможно какие то есть естественные но я их не знаю вспоминаю нету здесь характер такой вот местности скал почвообразующей я это озеро судя по всему было гораздо больше свое время несколько тысяч лет назад видно по местности что была котловина которая постепенно засыпалась травой листьями конечно тут катить бы тысяч на 10 назад посмотреть тут прикольно такое прям озеро может было может было купаться ну купаться конечно не дай бог вода холодная холодная вот видно даже продолжение туда и калужница калужница цветет здесь она вообще такая жирнющая вот ее едят местные корейцы они собирают я не пробовал папоротник пробовал белкопытник да вещь а вот калужницу нет ну готовить иметь цвет так то мы все жрем здесь на сахалине у нас научили корейцы постепенно начинаются вот эти вот вертлявые растения как я говорил в первую очередь тоукурунду потом всякая мелкая ольха березка и вот это вот гортензия метельчатая и вот они вот так встают как какие-то рогатки и не пускают тебя и всегда нужно учитывать что ты не на легке ты с рюкзаком рюкзак он может быть даже не особо тяжелый но он цепляется он увеличивает твои габариты делать тебя не габаритным как бывает иногда ты идешь просто идешь на один день без рюкзака даже можно сходить и ты между ними так оп 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 расскальзываешь по-быстрому такой и чувствуешь себя гибкой мышью которым который все ни почем а потом ты идешь рюкзаком и все цепляется палаткой с пенкой клапан и сам рюкзак какие-то там петли веревочки ну так немножко напрягает ну сбивает твой темп передвижения этот факт вот видите какие-то листочки еще такие веселенькие зелененькие только-только распустились а там повыше там вообще кошмар есть на самом верху особенно почему-то на той стороне но видим так задувает на августяновича там там столько снега задувает метров по 10-15 10 пятак и он очень 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 долго тает в июле там еще много снега ну как правило бывает иногда в августе но очень редко и вот там вот который березы окружают пятак то не помню в июле они еще не распустились даже но туда я не пойду вот когда будет 10 тысяч подписчиков тогда буду ходить по заявку может быть самом деле они продажных никуда не пойдут по заявкам тут последние мои метры движения вверх по ручью начались я понял что вот это все будет только сейчас усугубляться хотя высота ну не может не так много там за 500-510 метра вверх по ручью радует только что хоть трава пока не сильно поднялась это смородина да реальная смородина место у нас два тут вида растет маховка особенно прикольная она такая вся как бы пушистая пушистенькая ягода но съедобная вкус специфический но съедобная компотики из нее классных походе ну все равно все выше поднимаясь там внизу долина основная речки и прям под нами большая долинка метеорологического ручья метеорологический ручей говорил да почему а мы нашли как-то на нем метеозонд прям настоящий ну и с тех пор этот ручей метеорологический все я понимаю что все туда идти дальше это первых потеря времени во вторых я понимаю что меня застанет дождь если а если он раньше начнется в лесу дождь медведь след медведь еще не в лесу дочь это все нужно стоять палатку и ждать а в палатке сидеть классно когда ты устанешь прям жестко несколько дней походишь и вот дождь поставишь палатку такой балдеешь там спишь ешь особенность с тобой газовая горелка но у меня с собой газовой горелки нет в этом случае до дождя нужно успеть собрать немного дров у меня увидели там есть щепочница и много дров для не надо поэтому достаточно хороший приличный запас получается хранить в палатке где там буквально в один обхват одной руки но этих дров тебе намного хватит ты где-нибудь под пихтами там встаешь особенно под пихтами пихты гораздо более широкая иголка чем елки поэтому дождь таким трудом пробивает если вообще пробивает но должен быть сильно очень дождь под пихты ты встаешь и вокруг дождь а у тебя под пихтой классно и как-то раз мы ходили в поход помню нас было шестеро мы встали лагерем прям получается такой прям как в парке пихты большие и мы на краю встали лагерем и перед нами такое как поляна и мы стоим у нас костер горит и мы стоим смотрим на эту дождь который шурует по поляне прям и по верхам пихты кто-то замечает блин нифигасе какой на улице дождь вот так правда такое ощущение было ты сидишь под крышей и смотришь на дождь который идет за твоим окном очень необычное ощущение было тут я уже вовсю мчусь вверх я решил пойти вверх и как бы замкнуть кольцо то есть залезть на хребет который в стороне от августиновича перемахнуть его упасть на ту сторону и там поймать дорогу по основной реке по которой я пришел причем с таким расчетом с хитрым потому что там три брода и один брод мне вообще точно никак не минать потому что дорога на той стороне будет но хотя бы два из трех брода миновать и вот я строю маршрут хотя че сейчас строить маршрут наш век gps-технологий ну я так поглядываю конечно gps-ку пишу трек чтобы не сильно отклоняться в сторону и здесь вот я выхожу но я выхожу сбоку на скалы на скальники очень неприятно когда ты выходишь на скальники следуя по маршруту и эти скалы вдруг перечеркивают все твои достижения говорят брат ты не туда пришел ты давай давай обходи нас а куда обходить а это не наше дело сам думать вот на другой стороне хребта на другом хребте который ближе уже к августиновича на другой стороне его там есть такие грандиозные скалы я туда в семнадцатом году тоже так случайно выполз хотел тоже на августинович там день попробовать прорваться по верхам там верха такие казались жесткие что сошел такой не не пойду хотя вот если вы еще часик потерпел я буду шел но что-то не стала терпеть там а потом и начал сходить и нарвался на эти скалы но не очень прикольный конечно страшно было и этом лазил то я самым верхом эти так себе постоянно бужники те скалы даже со спутника видно несмотря что они это не делают такими плоскими но видно а эти не вот я вышел на вверх на хребет здесь уже ветер туда-сюда летает беспрепятственно все ломает здесь хребет такой достаточно плоский есть такие поляны обалденные удачно прохожу между между поваленных деревьев не смотрю из чего состоит мне нужно знать понимать где вот эта местность она какая она проходимая или нет как проходим и потому что вот через эти места можно проложить самый короткий путь на августиновича и если здесь местность более-менее проходим и хотя бы там чуть подальше тогда имеет смысл здесь ходить конкретно на августинович я вижу туда здесь пока проходим и единственное не могу не пойду туда дальше к августиновича и не узнаю этого ну скорее всего если здесь такая то и там до метров там таки вот здесь я вижу это долина реки муга прозвали бесконечное в свое время а он там остренький такой пимпочка это пушкинская самая высокая гора июго-сахалина 1047 метров вот ну я пока и следую след пошел я по хребту но не совсем нужно было обойти немного вершину на этом хребте она мне ни к чему была потому что она делала превышение метров на 40 50 это так 15-этажный дом то есть мне надо сначала него подняться а потом спуститься зачем я стал обходить с восточной стороны и нарвался на странные интересные явления это такие а-ля карстовые провалы довольно таки длинная полоса я имею ввиду нету конкретно видимую полосу она туда дальше уходит часа по ней пойду на ней прекрасно лежит снег я так думаю снег еще здесь лежит потому что снизу как-то охлаждает и вы видите что там есть откуда охлаждаться не заинтересовал это явление решилась посмотреть думаю может что-то еще чем-то вижу благодаря этому явлению тем более это было по пути как раз я обхожу слева стоящую эту вот вершину 15-этажную ну и у меня такой утилитарный интерес могу ли я проложить здесь маршрут на августяновича более короткий более более скоростной вижу тут по пути дырку предполагаю что это может быть некая пещера про нем даже человека может протиснуться чуть-чуть подработать как она далеко я не знаю так на свету видно что код туда дальше проходит далеко ли нет не знаю не стала экспериментировать смотреть бросил я эту пещеру пошел к другой пещере наверное во всяком случае какая-то дырка там есть насколько она уходит далеко я не в курсе я не стал проверять простите я туда покидал палки и они куда-то улетели нам нужно было покидать гранаты но мне их с собой не было в общем забила эти пещеры думаю не потом как-нибудь вернусь с пелеологами мы обязательно по ним полазим в общем возможно здесь есть какие-то пещеры какие-то ходы может даже они соединяются может быть даже здесь жили японцы кто его знает но то поход нам и поход чтобы делать какие-нибудь постоянное открытие каждый походик даже небольшой приносит какое-то небольшое открытие ну для тебя конечно чаще всего для тебя лично походы которые сравнимы с географическими открытиями происходит не в каждом походе ну здесь например прошло два открытия первое это я нашел озеро естественного происхождения что является нонсенсом для нашего хребта домашнего сусунайского и открыл вот эту полосу карстовых провалов на нем наверно не карстовые скорее всего те кто его знает я не специалист не могу ничего конкретно сказать тем временем я делаю маршруту я замечаю сливы от себя что макушку этой горы составляет определенную скалы мне захотелось тесно посмотреть вдруг я там найду какие-нибудь наскальные надписи живопись кому-то же везет с этим находят пока я нашел только немного снега и кучу всяких не распустишься кустов ну скалы так себе конечно больше как камни но у них большие прикольные не обхоженный не обласканный нигде я один вообще из немногих на планете земля которых видел воочию я молчу потому что хочу чтобы прочувствовали всю прелесть похода как приятно идти по этим кустам когда они путаются запутают твои ноги цепляются за твой рюкзак зато ты видишь перед собой интересный достаточно красивый небольшие но скалы ты радуешься этого момента что такое шоу шоу и ничто не предвещало и вдруг нарываешься на неожиданные скалы не обозначены на карте все на картах скалы подобного рода отмечают высоту даже на двух километров очках стоят такие два треугольничка и написано 7 15 15 круто ну 7 там 5 то есть скалы пятиметровый а здесь вообще чисто на карте как будто ластиком поработали не образовали же они пять лет назад судя по всему не очень давно здесь очень такие давние древние породы вулканического происхождения очень много вот у нас на пик чехов залезаешь там прям видно все эти вулканические даже бывшего вулкан говорят называют бородавка рядом с пиком чехов и это все происходило сколько миллионов лет назад так нас холень давно уже вулканическая деятельность прекратилась но остатки древних вулканов причем довольно таки больших недалеко от дачи вот у меня отключая там огромный огромный кратер бывшего вулкан и кстати в этом же месте нашли самым скажем так на территории россии впервые был найден динозавр именно там в тридцатых годах но еще при японцев в россии именно цельного динозавра еще до этого момента не находили какие-то отдельные там кости кусочки а вот у нас на сахалине в районе ключей синегорска нашли именно самого первого динозаврика сейчас копия у нас музей стоит кто хочет ходить посмотреть потому что естественно натурального динозавра японцы к себе сразу увезли и вот он где-то сейчас в саппор наши слям взяли оттуда ну поначалу мерили сделали копию несколько лет он там уже стоит все вышел с этих скал и увидел в промежутке что маячит моя цель я пошел полюбоваться на свою цель мимо снегов это в северной части у нас халинска но александровка и даже видно те самые дачи вот потом я пошел вниз к этим дачам и показываю что высоко траве но еще не стал когда вот она встанет да это снова лобазник камчатский здесь составляет между ними есть какие-то промежутки но как правило это начало ручьев подобие ручьев с этим надо быть осторожным можно притонуть но пока она еще не вымахала по нему идти вполне нормально достаточно приятно не быстро быстро все равно не получится потому что камни и коряги встречаются и отдельные очень топкие места которых конечно по уши не утонешь говорю но утонуть ботинок ты вполне за здрасте ну и так не спеша идешь радуешься что скоро ты выйдешь уже с этой местности окажешься в автобусе и поедешь домой и коротко мой маршрут на двух километровки не стал на 500 метровку растягивать просто так на наглядности видно такое кольцо такое оп трек записал но это начиная с тропы там тропа заканчивая дорога я закончу закончил трек такой был получился поход